Здравствуйте! Это программа «Прямой эфир» в студии Ирина Кузина. И сегодня у нас в студии Андрей Анатольевич Гондарь, директор Тверского отделения «Мегафона». Андрей Анатольевич, я рада вас приветствовать в программе «Прямой эфир». Здравствуйте! Здравствуйте! Тема качества «Мобильные связи» наиболее популярна среди пользователей. Какие показатели влияют на быстроту передачи информации? Расскажите нам. Вы знаете, показателей на самом деле большое количество. Я думаю, что в первую очередь для того, чтобы получать качественную связь сегодня, необходимо приобретать нормальное современное терминальное оборудование. Телефоны, модемы, роутеры и так далее. Потому что операторы со своей стороны стараются, безусловно, развивать сеть опережающими темпами, с тем, чтобы наши абоненты могли получать качественные услуги. Чем ближе к базовой станции, тем лучше качество? Безусловно. Как грамотно подойти к выбору оператора или тарифа, чтобы потом не жалеть о своем выборе? Ну, вы знаете, самый распространенный, наверное, сегодня способ – это все-таки посмотреть интернет. Я так думаю. Это мое мнение. Если человеку никак это сделать в силу определенных причин, он может пойти в салон связи и получить информацию оттуда. Но мы с вами должны понимать, что ему тогда придется обойти салоны всех операторов, потому что каждый кулик свое болото хвалит. В интернете вы найдете исчерпывающую информацию о тарифах, о услугах. И, на мой взгляд, так же, как вы, выбирая, например, автомобиль, соотносите свои желания со своими возможностями, здесь такой же подход должен быть. То есть в силу своих потребностей вы можете подобрать себе достаточно интересное приложение. Какие технологии используются для того, чтобы комфортно пользоваться интернетом? Один из распространеннейших стандартов, который сегодня используется для передачи сигналов, был разработан в Советском Союзе одним из советских ученых аж в 1935 году. Поэтому перечень стандартов развивается и ширится постоянно. И сотовая связь в разных уголках нашего мира, она развивалась не одинаково, скажем так, и многие шли своим путем. В Японии свой стандарт, у американцев свои частоты, свои стандарты. Корейцы свои используют, европейцы свои. И линейка современных телефонов, она, как правило, поддерживает все эти стандарты. Поэтому бояться не надо, что вы где-то что-то потеряете. Говорить о том, какой стандарт лучше, сложно. Дома мы используем Wi-Fi. Выходя на улицу, Wi-Fi пропадает, ваш телефон автоматически переключается на тот стандарт, который наиболее сегодня подходит и, скажем так, и который существует у данного оператора, которому вы подключены. Андрей Анатольевич, а вот если происходит задержка сигнала, такое случается? Безусловно, такое случается. С чем это связано? Много факторов, на самом деле. Первое, когда вы, пользуясь своим телефоном, заходите в какие-то здания, либо колодцы, где прохождение сигнала не очень хорошее. Это первое, это связано с затуханием сигнала. Вторая ситуация распространенная, это когда не хватает емкости. Например, при проведении каких-либо мероприятий. Массовых. Массовых, да, массовых мероприятий. Ну, большой, вернее, самый явный пример – это нашествие. Но, хочу сказать, что операторы, безусловно, зная, что возможны проблемы с емкостью сети, безусловно, готовятся. То есть, они как-то к этому должны готовиться. Конечно, готовятся. То есть, мы расширяем трансмиссию, мы устанавливаем дополнительные мобильные базовые станции. И, в общем, по отзывам наших абонентов, во всяком случае, на нашествии проблем никогда не бывает. Но вот обращения жителей Тверской столицы о развитии связи поступают в основном из муниципалитетов или отдаленных пунктов региона. Что нужно сделать для того, чтобы жители небольших сел, деревень комфортно пользовались интернетом? Мы на пути к этой, скажем так, хорошей идее? Или еще пока не очень? Мы на пути. Причем, скажем так, конкретно в нашем регионе связь развивалась таким образом, что мы первые предоставляли связь третьего поколения как раз больше в области. Сегодня мы идем по пути развития нашей сети. И у нас есть программа, называется ЛТ-фикация. Это программа, связанная с дооборудованием, либо заменой оборудования на базовых станциях всех, в том числе и отдаленных, с тем, чтобы в любой точке области наши абоненты могли получать современные качественные услуги на тех скоростях, которые существуют и в областном центре. А где, например, население менее ста человек? И есть ли такие, скажем так, названия уже, места, которые вами уже покорены? Очень много. Я не буду вам перечитать. На самом деле, действительно их огромное количество. Еще для того, чтобы, в общем-то, пользоваться современными услугами, существуют различные устройства дополнительные, как выносные антенны, усилители сигнала сотовой связи. То есть, используете устройство практически в любой точке Тверской области, сегодня можете быть на связи. Андрей Анатольевич, что такое 4G? 4G? 4G – это современный стандарт связи, LTE, так называемый. По-английски это Long Term Evolution, переводится как непрерывное развитие. Действительно, этот новый стандарт, там применяются современные способы кодирования сигнала. Он лишен тех недостатков, которые есть в третьем поколении. Не буду на них останавливаться. Это, в общем-то, больше для специалистов. И, в общем-то, появился, ну, не так давно, да. Наша компания первой запустила сеть LTE, это было в 2012 году. В Тверском регионе наша компания также первая была и запустила порядка 6 лет назад новый стандарт. Ну, он позволяет увереннее себя чувствовать, быстрее получать информацию, ввиду того, что отклик от сервера достаточно короткий, пользуется огромным успехом у геймеров. Да, действительно, то есть они играют практически в режиме реального времени. А какая все-таки нужна скорость человеку для самых обычных операций в интернете? Ну, если мы говорим про самые обычные, да, то есть просмотр картинок, даже там какое-то видео низкокачество, это достаточно от 1 до 3 мегабит в секунду скорость. Если мы хотим что-то грузить, смотреть фильмы в хорошем качестве, быстро загружать музыку, это 8-10 мегабит в секунду. Ну, и для геймеров, когда стрим необходимо получать на больших скоростях от 20 и выше. Андрей Анатольевич, Вы со мной согласны, что оценку любой работе дают сами пользователи? Вот проводятся на сегодняшний день какие-либо опросы, подтверждающие общую позицию населения, например, Тверской области? Ну, смотрите, безусловно, конечно, Вы абсолютно правы. Значит, есть международная компания, Укла называется, которая в автоматическом режиме измеряет скорости сигнала, да, пользователей, наших пользователей, всех операторов. И на основании этих замеров, да, на основании этих замеров, они выпускают рейтинги определенные. Наша компания уже четвертый год подряд является лидером по скоростям на рынке сотовой связи. Андрей Анатольевич, я благодарю Вас за то, что Вы пришли к нам в студию, так все просто и легко объяснили все о сотовой связи. Спасибо, что пригласили. Это была программа «Прямой эфир». Всего доброго и до новых встреч.